Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. Чтение житий святых отцов и матерей наших, подвижников веры и благочестия, живших как во времена весьма отдалённые, так и близкие к нам, извечно пребывает любимым делом христиан. По житиям святых людей учились и по сей день учатся исповеданию христианской веры, делам милосердия и любви. Изучая жития святых, мы узнаём историю Церкви Христовой и историю своего земного Отечества. История же здесь излагается не сухим языком научного исследования, но примерами жизни благочестивых людей, их служения Богу, Церкви и Ближним. Наиболее почитаемым житийным сборником на Руси был «12-томник» святителя Дмитрия Ростовского, изданный впервые в начале XVIII века на церковно-славянском языке. С 1900 года он стал выходить и на русском языке, а после того ещё не раз переиздавался. И вот сегодня, в День памяти святителя Дмитрия, мы предлагаем вашему вниманию новое издание этого труда, которое вышло в свет в издательстве Харест. Это подарочное издание, вышедшее в свет с благословениями митрополита Минского и Слуцкого, патриарховшего экзарха всея Белоруссии Филарета, представляет собой комплект из трёх книг в футляре с золотым тиснением. Данные «Жития святых» святителя Дмитрия Ростовского на русском языке изложены по руководству четьих меней с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Предваряет издание слово владыки Филарета, в котором он говорит следующее. «Житийная и агеографическая литература представляет собой историю в лицах, которая развивается вокруг единого средоточия, Бога в Троице славимого и поклоняемого. Возникают и исчезают человеческие цивилизации, возвышаются и рушатся великие царствия, но незыблемым пребывает в веках Царство Божие, о достижении которого так сказал Господь Вседержитель, «Я есть путь и истина, и жизнь». Стремление к обретению внутреннего духовного сокровища путём исполнения Евангелия Христова было и остаётся главным делом жизни всех святых подвижников, какое бы положение в обществе они ни занимали. Обращаясь к кефейским христианам, святой апостол Павел в своём послании пишет, «Итак, вы уже не чужие, но сограждане святым и свои Богу». В сонме христианских святых мы видим патриархов и епископов, царей и священников, князей и монахов, простых крестьян и высокоименитых бояр, премудрых богословов и при простых юродивых. Казалось бы, говорит владыка, что может объединять их друг с другом, а тем более нас с ними, жившими века и тысячелетия тому назад. Объединяет же всех людей от века благоугодивших Богу слова Христа, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Образно говоря, жития святых учат нас обретению небесного гражданства. Они указывают практический путь, ведущий в небесное Отечество рода человеческого. И в этом смысле, заключает архипастырь, все они становятся нашими учителями. И наука их для нас бесценна, потому что обретена страданиями и слезами, тяжкими трудами и ежедневным, терпеливым исполнением заповедей Божиих в своей личной жизни. О том, откуда берут свое начало житийное описание, в издании говорится следующее. Повествования и записи о жизни и деяниях святых подвижников и исповедников различными подвигами, угодивших Богу, существуют в Церкви с первых времен ее бытия. Начало сим повествованием было положено святым евангелистом Лукой, описавшим в книге деяний святых апостолов подвиги и страдания первоверховных учеников Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и других его последователей. Несколько ранее этот святой апостол Павел в одном из своих посланий дал христианам заповедь поминать своих наставников, запечатлевших веру во Христа своей жизнью и мученической смертью. Следуя примеру Бога вдохновенного повествователя и соблюдая заповедь первоверховного апостола, христиане всегда тщательно сохраняли сведения о жизни и деяниях святых. Как отмечается в предисловии, первыми по времени были записаны сказания о святых мучениках. В деле распространения и утверждения христианства мученичество имело весьма важное значение. Твердость и непоколебимость страдальцев, которые мужественно шли на смерть за свою веру, так сильно действовали на сердца язычников, что нередко сами мучители, видя безропотность своих жертв, обращались к христианству. Таким образом, кровь христианских мучеников была по выражению Тертулиана семенем новых христиан. Точно записывая дни их кончины, христиане собирались в эти дни для празднования их памяти. «Замечайте дни», — писал своему клиру святой Киприан Карфагенский, «в которой умирают исповедники Христовы, чтобы мы имели возможность праздновать памяти их вместе с памятями мученичков». С этой целью в христианской церкви были особые писцы, которые записывали все, что происходило с христианами в темницах и судилищах, даже несмотря на то, что языческое правительство угрожало им смертной казнью. По словам издателей, описания страданий святых мучеников пользовались большим уважением. Они были читаемы в церковных собраниях вслед за священным писанием. Как можно заключить из мученических актов святого Игнатия Богоносца, обычай этот существовал уже во II веке. В 418 году Карфагенский собор постановил правило в дни памяти мучеников читать в церкви об их страданиях. Когда гонения на христиан прекратились, и церковь Христова заняла в государстве господствующее положение, в ней явились заботливые и благоразумные люди, поставившие себе целью собрать воедино все записи и повествования о мучениках. Первым из таковых собирателей был Евсевий, Памфил, епископ Кессарийский, сборник которого содержал в себе сказания о мучениках, епископах, исповедниках, святых женах и девах по всем епархиям. К сожалению, труд Евсевия в целом в своем составе до нас не дошел, и только некоторые его части можно найти у других писателей. Спустя время не только подвиги мучеников стали входить в состав житийных повествований, потому как среди христиан воссияли великие подвижники, прославившиеся кто учениями, проповеданием Слова Божия, кто святостью своей жизни и наставлением других в добродетелях, кто постом и добровольным умершлением тела и страстей, кто другими различными трудами и деяниями. И как страдания мучеников христианских были тщательно и подробно описываемы, так и труды сих новых подвижников не оставлены были в забвении. Так появился новый ряд церковных повествований об угодниках Божьих. Впоследствии все это, и акты мученические, и сборники сведений о подвижниках, и другие документальные источники послужили основанием для месяцесловов, синоксарий, именей четьих, то есть расположенных по месяцам чтений о жизни и подвигах святых. По свидетельству Фёдора Студита, в конце VIII века в христианской церкви уже существовало 12 книг четьих-меней. Славянский перевод их относится к первым векам славянской письменности. Со временем агеографические сборники стали пополняться житьями русских святых, а их составителями были Эпифаний Премудрый, Ипохомий Логофет, Митрополит Макарий и многие другие. По словам автора предисловия, тогда как в Северной Руси памятники древней письменности и между ними жизнеописания святых сохранялись невредимо, церковь Южно-Русская вследствие нашествий татарских, а также польских и литовских разорений, была лишена многих драгоценных духовных книг, а вместе с ними и житий святых. Поэтому любителям душеспасительного чтения приходилось здесь довольствоваться западными мартирологами, переведенными на польский язык, и во многом несогласными с духом православия. Желая устранить такие горестные неудобства, киевский митрополит Петр Могила был весьма озабочен изданием житий святых на славянском языке. Для этой цели он задумал сделать новый перевод греческих жизнеописаний и уже выписал в Сафонской горы жития Симеона Метафраста. Но преждевременная кончина знаменитого киевского первосвятителя не дала ему завершить задуманный труд. После него с большим усердием заботился об издании житий святых архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. В дополнение к материалам этого труда, приготовленным уже Петром Могилою, Иннокентий спросил у московского патриарха Иоакима великие имени Ичети Макария, первые три месяца которых и были ему высланы. Но по причине военных смут того времени, не позволявших спокойно заниматься учеными делами, и Иннокентию не суждено было совершить это великое дело. Его преемник, архимандрит Валаам, вполне сочувствуя предложенному изданию житий святых, приложил все старания к его осуществлению. Он не решился, однако, принять этот труд на себя, а стал искать человека более к этому способного и менее отвлекаемого другими делами. Этим человеком и стал Иннок Дмитрий, будущий митрополит ростовский. На рубеже XVII и XVIII веков ростовский святитель Дмитрий совершил подвиг, собрав в течение 20 лет жития всех известных в его время святых. Дополненный синоксарями на господские и богородичные праздники, на празднество по случаю перенесения мощей, а также поучительными словами, содержание которых заимствуется из истории праздника, этот труд стал жемчужиной о географическом творчестве. 200 лет грамотная Русь всех состояний читала, а неграмотная слушала чьи теменеи, находя в них неисчерпаемый источник нравственного назидания и церковно-исторического познания, и с благоговением произнося имя их составителя. Но и сегодня, спустя 300 лет, каждый человек может найти в житиях святых пример для собственного духовного назидания и возрастания в православной вере. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok